В Одессе ровно 16. Праздничный Крещенский день не меняет наших планов. Как всегда в это время в прямом эфире 7 новости. Меня зовут Максим Илынов. Здравствуйте. По городу ожидается передвижение колонн техники и установка блокпостов. В Одесско-Николаевской областях в течение недели будут проходить учения военно-морских сил Украины. Комплекс мероприятий направлен на боевую готовность воинских частей. Ну а руководство ВМС обращается к жителям с просьбой с пониманием относиться к неудобствам, сохранять спокойствие и не создавать трудности в выполнении боевых задач. Внешнее независимое тестирование 2017. В этом году Минобразование вводит дополнительный коэффициент. Теперь все, кто поступает в региональные университеты, получают плюс 3% к конкурсному баллу. Для выпускников сельских школ намного больше – 5%. Также есть ряд специальностей, за которые тоже положен дополнительный коэффициент. Это специальность педагогика или образование. Образование и специальность медицина. Абитурентам, которые подают заявление на эти две специальности, их конкурсный балл увеличивается аж на 10%. Изменилась и процедура подачи документов в высшие учебные заведения. Будущие студенты, как и в прошлом году, будут предоставлять их в электронном виде, но тем не менее смогут сделать это за две недели до начала вступительной кампании. Кстати, при подведении итогов самого тестирования продолжает действовать пороговый балл. Я напомню, что его определяет специальная экспертная комиссия отдельно для каждого предмета. Если взять украинский язык и литературу, то максимально возможный тестовый балл, который можно было получить в 2016 году, и который, собственно говоря, и в 2017 тоже будет, это 104 балла. В 2016 году пороговый балл был 23 балла. То есть те, кто не получили 23 балла, значит, они не получали результат. Только те, кто перешел в 23 и больше баллов, у них начинался отсчет по стобальной шкале от 100 до 200 баллов. Сядут за планшет, ноутбук и полторы тысячи гривен. Полицейские по горячим следам задержали двоих воров. Те вскрыли комнату в общежитии и вынесли все ценные вещи 19-летней студентки. Сотрудники уголовного розыска и их коллеги из Портофранковского отделения полиции совместно вышли на подозреваемых. Один из них был ранее судим. Преступники были задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-профессионального кодекса Украины. В настоящее время проводятся мероприятия по проверке информации на причастность данных граждан к совершению аналогичных преступлений на территории Одессы и Одесской области. Начато уголовное производство. Задержанным грозит тюремный срок до 6 лет. Еще два месяца проведет в СИЗО подозреваемый в многочисленных угонах авто Сергей Фоменко, известный в Одессе под кличкой Фома. Такое решение приняли судьи Приморского районного суда. Подробнее о деле любителя чужих дорогих авто расскажет Наталья Костенко. В зале суда непривычно много людей в камуфляже. Активисты общественной организации «Левый берег» не пропускают заседания по делу Сергея Фоменко, больше известного в Одессе под кличкой Фома. Они же дежурили и в июне прошлого года под СИЗО, откуда подозреваемого во множестве угонов элитных авто Фоменко хотели выпустить под залог. Но предъявить угонщику новое обвинение не помешали даже друзья подозреваемого. Ты запомни меня, лицо запомни. Когда будешь уходить, я послушай сюда. Я говорю, я не шучу. Я тебе не буду, говорю, послушай. Столком не сталкивайся со мной. Предъявите документы, старающие лица. Я говорю, не сталкивайся со мной. Ты понял? Тогда апелляционный суд снизил сумму залога для Фоменко с 2 миллионов до 220 тысяч гривен, которые его близкие и внесли. Но на пороге СИЗО Фоме зачитали еще одно обвинение. Фоменко Сергеев. Двиг начинал законодательство. Установлено законом порядок. Срок содержания Сергея Фоменко истекает завтра, 20 января. Сегодня адвокат подозреваемого пытался доказать судьям, что причин продлевать его нет. Ссылался на внесенный залог, образцовое поведение своих клиентов в СИЗО и уже проведенный под стражей 7 месяцев. Я считаю, что содержание под стражей на сегодняшний момент потеряло свою актуальность и возражаю против содержания дальнейшего под стражей и Фоменко, и корбинника. Но посовещавшись, коллегия судей приняла сторону прокурора и продлила срок содержания Сергея Фоменко под стражей. Коллегия судей ухвалила продовольство к действию обранного относительно Фоменко Сергея Ивановича в 2013-2017 году на Рожене, сбежно заходу тримания под вартоем, термином на 60 дней до 18 марта 2017 года. Результатом судебного заседания я, как гражданин Украины, как общественный деятель, как участник формирования «Левый берег», естественно, доволен. Почему? Потому что человек, по которому избралась мера пресечения, это достаточно известный автоугонщик, который, ну, очень много угнал машины. Следующее заседание по делу автоугонщиков Фомы должно состояться до 1 февраля текущего года. Наталья Костенко, Алексей Пережилин, 7 канал. Первый спортивный экшен украинского производства. «Правила боя» на допремьерном показе презентовали в Одессе. В картине про бокс снялись украинские актеры, использовали саундтреки отечественных групп, а участники проекта говорят, что это новая ступенька в развитии нашей киноиндустрии. По словам продюсеров, картины уже заинтересовались иностранные дистрибьюторы. Все подробности об этом далее в сюжете. Фильм «Правила боя» команда кинопроекта называет первым украинским спортивным экшеном. Это история про бокс и силу человеческого характера. В киноленте дебютировали чемпион мира по боксу Александр Усик и фронтмен группы «Аторвальд» Евгений Галич. Одну из главных ролей сыграл Алексей Горбунов. Сейчас самое важное, когда дядя Толя Ломаченко посмотрит, которого я пытался папу Василу Ломаченко сыграть, потому что самый великий тренер по боксу в нашей стране – это дядя Толя Ломаченко, великий из великих. Да, честь и хвала таким людям. Процесс подготовки главных актеров занял много времени, поскольку ни один из них не занимался боксом либо другими боевыми искусствами. В постановках приняли участие профессиональные спортсмены и хореографы, а сами актеры во время съемок получили несколько травм, повреждения связок и рассечения. «Я получил сильно от Влада в бороду, да. Мы снимали какой-то определенный, там, 10-11 час спарринги, и я не вовремя опустил руки, и за что был наказан, мне ровно Влад попал. Причем этот кадр есть снят, наверное, его стоит вставить в какой-нибудь фильм о фильме. Вот, Влад просто меня вырубает, я падаю трупом. «Женя прикалывается, и мы…» «Я злой на него, потому что мы очень долго работаем, и я говорю, «Жень, ты что, охренеть?» «Чего ты падаешь? Зачем ты меня испортил такой?» После допремьерного показа продюсеры поделились планами на будущее. Правила боя планируют показать за границей. Уже заинтересовались около 10 стран. Удалось на Каннском киномаркете показать трейлер международным дистрибьюторам. То есть это и европейские, и Азия, и Америка. И все, то есть, по первым кадрам трейлера говорили, это украинское кино. То есть вот всех сразу впечатляла эта ситуация. То есть история универсальная, поэтому она вполне продаваема по миру. Поэтому мы, в принципе, рассчитываем на международную дистрибьюцию. Все, кто работали над созданием фильма, называют его новой ступенькой в украинском кино и надеются, что зрители дадут свою оценку киноленте. Александр Полуев, Алексей Пережилин, Седьмой канал. Окунуться в освященную воду и очиститься духом. В Крещение Господне одесситы устроили массовое купание на городских пляжах. Уже с ночи сотни горожан и гостей города успели окунуться в Черном море. Как в этом году проходил обряд омовения, знают мои коллеги. Лонжерон, 11 вечера. Самое начало крещенских купаний. Людей на пляже немного. Несмотря на сильный ветер и холод из воды выходят с улыбкой. На берегу купающихся встречают родные и друзья с теплыми полотенцами. Эта компания к нам приехала из Минска. В Черное море на крещенские купания нырнули впервые. Говорят, ощущения непривычные. Вы знаете, у вас в пресноводных водоемах проруби легче, чем у вас. Я понял. Тут жестко. Ну так вообще в целом вам понравилось. Едем дальше, в Лузановку. Тут к полуночи искупаться решили около 150 человек. Бегом в воду и сразу обратно. Главное не поскользнуться на льду. И как водичка? А вы первый год купаете? Я в 5 лет. Многие купаются впервые в жизни. Уверены, заболеть в этот день нельзя. Тем не менее, стараются долго на холоде не оставаться. Следующий пляж в нашем маршруте – Золотой берег на 16-й станции Большого фонтана. Здесь к часу ночи собралось около 300 человек. В воду окунаются все. Возрастных ограничений нет. Минус 20. На всех пляжах и днем, и ночью дежурят медики, спасатели и водолазы. Они внимательно следят за каждым, кто заходит в воду. Сторонники зимнего купания советуют начинать закаляться летом и не делать больших перерывов. Тем, кто впервые планирует искупаться в ледяной крещенской воде, нужно заранее подготовиться. Перед погружением разогреть мышцы в воде долго задерживаться не стоит. Максимум 10 секунд и на берег вытираться и переодеваться. Желательно в свободную одежду из натуральной ткани. И, конечно же, сладкий горячий чай. Екатерина Лапицкая, Мария Ковалева, Виктор Надюк, Игорь Гвоздев, Седьмой канал. Но уже днем на пляже Лонжерон одесситы хотели установить рекорд Украины по количеству людей, одновременно окунувшихся в море. Организаторы не успели зафиксировать всех участников акции. Теперь им предстоит это сделать при помощи видеозаписи. И все подробности знает Анастасия Кожушка. Сегодня на Лонжероне довольно ветрено и холодно, но более 300 одесситов уже готовы поставить рекорд Украины. Владимир – моряк, поэтому искупаться в море на крещение он может не всегда. Чаще всего мужчина в рейсе. В этом году у него все получилось и в обряде, и в рекорде поучаствовать. Счастливый для меня, я считаю, год. Начался с такого вот богоугодного дела. Так что желаю всем приобщаться, получать массу адреналина, главное – здоровье, позитива, всем мир и счастья в новом году. К слову, это уже не первый подобный рекорд для Украины. Рекорд есть, он был установлен в Одессе в 2014 году, было больше 350 человек, но не было единоразового вхождения, была регистрация и постепенное вхождение. В данный момент мы будем регистрируем одновременное вхождение в воду. Также сегодня на пляже провели еще одну акцию – благотворительную. После того, как окунулся в холодное море, здесь можно согреться, выпив горячего чая или глинтвейна. Все собранные деньги пойдут на лечение Саши. Ему всего 23. Несколько месяцев назад он узнал о страшной болезни – острый миелоидный лейкоз. Такой недуг в Украине не лечат. Парню необходима химиотерапия и дорогостоящая операция за границей. Оптимальное лечение, которое мы нашли, относительно доступное, скажем так, это Республика Беларусь. И цена лечения – 130 тысяч долларов, если я подхожу как донор. На данный момент мы не знаем, подхожу я или нет. Анализы такие Украина не делает, это нам надо поехать. Если я не подхожу, то цена вырастет на 20 тысяч долларов больше. Семья Саши уже собрала часть суммы – 50 тысяч долларов. Но этого недостаточно. Если у вас есть возможность помочь молодому парню, номер карты «Приватбанка» вы видите на своих экранах. Семья Кустуровых будет рада любой помощи. Анастасия Кожушка, Игорь Казанжи, Седьмой канал. Одесский музей западного и восточного искусства отмечает Международный день селфи. Чтобы присоединиться к празднику, достаточно сделать фото с музейным экспонатом, картиной, скульптурой или просто в коридоре. В 2017 году все одесские музеи участвуют в этой акции. То есть в любой музей можно прийти и сделать фотографии. Обязательный хэштег во всем мире – это «Музеем селфи» и хэштег того музея, где вы это сделали. Наш музей разыгрывает в этом году абонемент в лектории на весь сезон. В этом сезоне у нас проходят лекции об искусстве 20-21 века. Лучшие лекторы Одессы рассказывают об лучших художниках ушедших времен. Ну а победители определят уже ближайшее воскресенье. Размещайте свои фотографии на страницах в соцсетях, ставьте хэштеги и участвуйте в розыгрыше. Наверное, нужно с удовольствием делать селфи. В музее удовольствие будет сплошное, так что я приглашаю всех, кто еще не пришел в наш музей. Пусть не сегодня, пусть в любой другой день прийти и запечатлеть себя на фоне скульптуры, портретов, мебели чудесной. С новостями на этом пока все. Если сегодня вы не решились окунуться в холодное море, то искупаться сегодня обязательно нужно в душе, потому что, как говорят, сегодня даже в водопроводе вода святая. Главное, с какими мыслями вы будете это делать. Мы встретимся с вами в 6 вечера, тогда у нас будет больше новостей. Не переключайтесь и будьте в курсе. До встречи.